здравствуйте уважаемые любители шахмат в нашем очередном выпуске речь пойдет сразу о двух турах восьмом и девятом на кубке синферда который подходит к концу хотя и продолжается в американском сент-уисе ну прошлый раз когда мы взяли своеобразную паузу пропустили освещение одного из туров то высказали надежду что возможно таким образом удастся побудить кроссмейстеров в более результативной игре поскольку до этого два тура подряд закончились в ничью сейчас сказать в ничью закончили все 12 партий которые были сыграны в эти дни и вот сейчас поскольку сражилась аналогичная ситуация захлестнула сент-руис такая вот ничейная лихорадка мы прибегли к тому же самому методу и неожиданно он принес свои результаты принес плоды давайте посмотрим как проходила борьба в предыдущем то есть не в понедельничном а в воскресном туре с которым вы можете познакомиться по всем случае большинство из вас только на следующий день поскольку разница между сент-руисом и например москвой составляет целых семь часов и так начнем с партии российских кроссмейстеров в этот день а именно воскресенье вечером ян непомнящий играл с ливоном ароняном ну и могу сказать что показывать эту партию мне достаточно приятно постольку поскольку в ней ян прибег во первых разыграл ту систему которую я когда-то довольно часто использовал применял ну а кроме того он трактовал этот дебют примерно так как и я много много лет назад о чем идет речь е4 сыграл в партии против ливона ароняна ян непомнящий е5 конь f3 конь c6 и слон c4 собственно то что ян коль скоро он сыграл е4 затем не станет выставлять своего слона на v5 можно было неплохой долей вероятности предсказать но поскольку ливон ранян великолепный знаток контратаки маршала и относительно успешно он применяет иногда черными в этом случае и берлинскую систему берлинский вариант ну а что здесь после слона c4 d6 слон c5 именно так поступает ливон аронян выставляет слона на c5 это итальянская разновидность данной системы белые сразу рокируют могли бы сыграть c23 ну ладно d7 d6 и c23 то есть когда ливон играет a7 a6 а например шахриарма медиара в последнее время постоянно ставит пешку на поле a5 но вот так по классическим представлениям ход a7 a6 более гибок более уместен потому что он решает сразу две задачи во первых берет под контроль поле b5 чтобы не пустить туда белого слона ни при каких обстоятельствах а во вторых оставляет своеобразную форточку для своего слона то есть если его начнут гнать то слон может уйти на поле a7 ладья е1 сразу играет ян непомнящий он словно провоцирует соперника на ход конь g4 который ничего особенного черным не дает поскольку белые могут сыграть ладья е2 потом прогнать этого коня затем провести d4 или начать перевод своего коня b1 через d2 на f1 но слона 7 сразу вот так вот профилактически уводит слона ливона роняна чтобы не попасть под продвижение d3 d4 слон b3 белый отвечает аналогичной профилактикой не опасаясь выпады конь g4 поскольку пешка f2 легко защитить а никаких напряжений вокруг белого кроля не создано паркировка черных и h2 h3 все-таки беря под контроль поле g4 куда при случае может выскочить как черный конь так и черный слон во всяком случае это будет актуально если белые начнут игру в центре с помощью d4 владяя е8 вот ливона роняна все также логично конь bd2 слон е6 и слон а4 но вот увидите что ян непомнящий избегает разменов легких фигур то есть по идее но вот когда этот вариант только начал входить в моду и когда мне по непонятной тогда для меня причине удавалось набирать очень много очков в том числе играя совсем неплохими шахматистами так вот тогда как-то считалось что ничего здесь по большому счету у белых быть не может чуточку лучше может быть не более того но если белые еще меняют фигуры например допускают размен на поле e6 или идут на него или размен на поле b3 то вообще говорить по большому счету нечего фигуры меняются и так далее хотя с другой стороны понимаете то обстоятельство что черный слон чернопольный слон уже стоит на поле a7 не позволяет ему вернуться например на поле e7 или что более актуально когда на поле f8 и какая-то атака белых на королевском фланге если она начнется может оказаться довольно неприятной для черных ну в данном случае b5 играет левон ронян и на отступление уже теперь конь g5 актуально в том случае если черная счет какие-то активные операции делается ход h7 h6 который берет на контроль это поле и не пускает туда коня белые заканчивают свой стандартный перевод коня через f1 вероятно на поле g3 и черные уже пора собственно проявить активность двигаются в центральную пешку но первое впечатление что конечно же позиции у черных великолепные они развили все свои фигуры абсолютно все практически кроме ради a8 и и контролируют большее пространство так почему бы не сыграть d6 d5 то есть осуждать ход d5 у нас нет никаких оснований вообще ход конечно хорошие правильные однако на этом так сказать борьба не заканчивается и во всем случае дебютное сражение его итог исход остается неясным поскольку белые просто берут в данном случае уже обязан я не помнящий поступить именно таким образом поскольку ферзь e2 здесь не уместно совершенно давайте сделаю этот откровенно не тот ход но не уместно хотя бы по той простой причине что можно тогда забрать на e4 и например сыграть слон c4 и у белого ферзя нет нормальных полей для отступления разве что вернуться назад приложить размять ферзей и согласиться на несколько худшую позицию а вот после взять nd5 возникает очень любопытная ситуация конечно в аналогичных позициях самое естественное для черных это взять пешку d пешку d5 своим конем ну по стандарту скажем так рассуждаем теперь если белой заберут на e5 а этот ход не очень хорош то у черных все в порядке потому что можно взять на e5 затем взять на f2 и в случае король бит f2 дать шаг и выиграть ладью e5 оставаясь лишним качеством конечно белые могут идти в угол королем но это явно не дает им никакого преимущества и скорее стоит лучше черные а не белые но вот в этом положении вместо взятия на e5 можно предсоиграть конь g3 и оказывается что подвисание черной пешки в центре возможность белых провести где-то d3 d4 все таки дает основания им некоторые может быть не очень большие рассчитывать на захват инициативы на перехват инициативы тем более что переход g6 здесь для черных почти никогда невозможен из-за того что подвисит пешка на a6 ну как можно играть например тверд d6 защищая пешку e5 тогда конь h4 вот такой неприятный любопытный ход я бы сказал и конь лезет на поле f5 и в общем у белых здесь есть основания для того чтобы на что-то такое рассчитывать можно сыграть ферзь f6 что выглядит более заманчиво тогда конь h5 возможно и на ферже 6 белые не берут снова пешку на e5 так как тогда после взятия взятия черные могут ответить контрударом слон бьет h3 и захватить инициативу это понятно просто над белым королем нависли какие-то тучи ладья под боем надо меняться первый ряд слаб и так далее нам можно сыграть конь h4 и атаковать черного ферзя и одновременно защитить своего коня спаящего на поле h5 и вот оказывается в этом случае нужно отступать ферзем на h7 других полей просто нет все остальные поля находятся под ударами белых фигур поля отступления ферзя а после ферзь h7 d4 он снова атакован теперь уже слоном ну ход f5 трудно рекомендовать ход g6 также страшно ослабляет например поле f6 ну а в случае хода ферзь h8 такая задачная позиция белые могут торнуться на f5 атаковать пешку g7 и оказывается что у них довольно сильная инициатива например в таком варианте в случае g6 можно отступить на e4 атакуя коня и черным не очень-то хорошо по причине просто например ферзь f3 взятие на d4 слон g5 такой интересный ход поскольку бить на d5 сразу нельзя подвеснет владея на поле e1 а после слон g5 атакована черная владея и как бы они не играли например слежа что слон бьет d5 висит мат на поле f7 висит конь стоящий на поле c6 и на коне e5 решает просто взятие-взятие потом шах и слон f6 шах выигрывая ферзя и мат несколько ходов белые дают в случае хода hg простое следует взятие на d5 снова угрожает мат на поле f7 висит конь и понятно что например после конь e5 ну можно было взять на h5 но тогда и на f7 теряется и на c6 то есть у белых явное преимущество может быть решающая атака здесь же взятие-взятие ну и самое простое это взять затем сыграть конь f6 и очень интересно что здесь белые берут на g6 своим ферзем и у черных нет удовлетворительной защиты от шаха с h6 с матом черному королю не удовлетворительный есть удовлетворительный нет ну и наконец в случае хода ладья бьет e4 следует слон бьет d8 и удар и удар ну как бы черные не играли если взять d8 тогда ладья e8 если сыграть gh тогда тоже ладья e8 ладья e8 сильнее чем ферзь d5 ну ладно а в случае конь e5 ферзь бьет d5 у белых лишнее качество выигрышные позиции это так к слову g6 плохо но и еды не очень-то помогает причине ладья бьет и 8 ладья бьет и 8 и слон d7 я все это говорю к чему и показываю я к тому что в общем-то внешне в такой безобидной позиции делая естественные ходы данном случае ход конь бьет d5 черные еще не могут утверждать что они решили все проблемы что игра закончена и вот позиции такого рода не полны каких-то какого-то тайного яда скрытых возможностей если играть разыгрывать их черными неаккуратно чуточку не аккуратно то белые могут не только не то что заплатить не зате его но вообще разгромить соперника здесь можно сыграть ферзь бьет d5 что соответствует стандарту подобных положений хоть скоро вы белые не атакуете меня черных центре то почему бы не взять d5 ферзем ну самое естественное здесь слон e3 чтобы нейтрализовать слона черных разменять его активизировать связать свои фигуры теперь ладьи связаны что немаловажно и например слон e3 конь e3 ферзь отступает a4 и все-таки у белых чуточку лучше то есть такая витиеватая довольно сложная непростая игра ну и наконец слон бьет d5 это тот ход который и сделал леон и ронян ход не хуже двух других наверное лучше чем конь бьет d5 и может быть не лучше чем ферзь бьет d5 позиция примерно равная но коварная как я уже говорил конь g3 играет я не помощи конь h7 и a4 завязывая вот такое вот полу стандартная я бы сказал для данных позиций напряжение на ферзи во фланге хотя может быть белые пока что не хотят бить на b5 сразу но идею эту они имеют и когда ситуация чуточку изменится прежде сразу взять на b5 разменяться то там создается идея угроза слон бьет в два шаха и ладья белых на один подвисим поэтому торопиться взять на b5 белым не стоит если они не собираются сразу что-то такое сделать использовать возможности по открытой линии а но это к слову тем не менее черном может быть стоило сыграть b4 запереть центр и придать игре вот такой вот характер и вот возникает вопрос честно говоря но здесь опять например очень неплохой ход и у белых все-таки получше так возникает вопрос вот что черный конь и сделал зачем он ступил на поле h7 только что давайте вернемся назад вот к этой позиции конь h7 сыграл леон и ронян ну ход по-своему логично и черные хотят проявить активность они хотят поставить может быть коня на g5 ферзя на f6 как-то раскрутиться но вот после хода a4 многое меняется и ход коня f8 следующий так сказать в плане левона роняна и вообще весь этот маневр с переводом коня на f8 оказывается неудачным потому что теперь уже у белых лучше они играют b4 может быть стоило сыграть слон е3 тоже лучше белые стоят несколько после перевода коня на f8 а после b4 ну у черных определенные проблемы зафиксированы пешка b черных на b5 она не может переместиться на b4 вот раньше вот в этой положении можно сыграть было бы 4 а вот после того как этого всего не случилось то есть вот в этой позиции в ответ на a4 черные сыграли кони f8 белые зафиксировали пешку на b5 уже игра черных на ферзевом фланге невозможно конь g6 играет леон и ронян и белые предлагают размен слонов слон бьет е3 и теперь важно что белые берут взятие в берут на и 3 пешкой они ладьей то есть они выправляют свою структуру и изготавливаются к захвату центра ну вот я смотрю на эту позицию думаю от е4 е4 от посетки жертвы пешки поэтому не очень хочется на это идти понятно что белых должно быть получше хотя вот может быть все-таки какого-то внимания от код е5 е4 заслужил но все за 7 сыграл леон и ронян теперь белый уводит своего коня из потенциальной идеи е5 е4 и на конь е7 может быть стоило сыграть конь е4 я не знаю потому что и тот и другой ход то есть ход конь е4 конь g4 и конь b3 тот ход который сделал я на помощи дают белом лучшие шансы лучшую игру хотя конечно до победы белом еще очень далеко напомню что эта партия игралась не в последнем из сыгранных на данный момент туров то есть это был тур 8 который игрался по американскому времени в воскресенье а заканчивался уже на следующий день и так ферзь d2 заканчивался по следующий день конечно по европейскому скажем так времени ферзь d2 защищая пешку c3 и одновременно защищая пешку стоящую на g2 конь h4 продолжая натиск оказывать на поле g2 е4 перекрывается диагональ ферзь атакует слона вот такой интересный тактический маневр по внешним параметрам но что называется от рукавого то есть создать серьезную угрозу белому королю невозможно таким образом играя а после короля h2 что делать наступать слоном теперь конь c5 белые резко активизировались ну и продолжая начатую стратегию ливон аронянк пытается вскрыть вскрыть игру на королевском фланге с помощью f5 иначе все его маневры с переводом коня на h4 и ферзя через d6 на g6 не имеют никакого смысла а после f5 вроде бы смысл то есть напряжение завязывается но оказывается после взятия на f5 конь бьет f5 и конь е4 белые все-таки стоят получше но вот если бы ливон здесь хладнокровно сыграл конь d6 то у него были бы большие шансы постепенно нейтрализовать натиск белых фигур то есть черные фигуры вцепляются пункт е4 на котором расположен белый конь завязывают такое напряжение и лишают белых свободы в проведении их планов а вот после того как было сыграно слон d5 я даже не знаю зачем это вот был сделан но он был сделан то есть слот b3 я не знаю угрозы нет король сможет уйти конь d6 был идейным ходом а слон d5 ну переведи слона черный в центр а белый просто перегруппироваться дальше и нагнетает вот такое вот давление с помощью хода ладья f1 планов у черных нормальных нет а пешка a6 между прочим может подвиснуть пока она защищена ферзем правда смотрите конь d6 теперь уже играет ливон иронян и ферзь е1 то есть белые успели перегруппироваться в отличие от ситуации если бы черные сразу сыграли конь d6 здесь белые поставили ладью одну на е2 вторую на f1 их фигуры стреляют как надо и тем не менее кодек конь беда 4 с последующим если ты ездить тогда солон c4 поэтому надо брать солоном то есть конем на е4 и черные играют кони f5 затем ведут при необходимости коня а2 на d6 ну и в общем шансы у них на уравнение у черных есть но было сыграно сразу конь f5 вот я не знаю вообще ли он такой шахматист что он всегда подумывает о том чтобы не только даже если похуже стоит уравнять и сделать ничью но и перехватить инициативу сыграть перехват заманить соперника на какой соблазнить каким-то какой-то интересной возможностью но и попытаться выиграть партию но очень важно что еще отметить что вот если я не помнющий это я уже отметил для себя все партии практически на турнире играет быстро играет быстрее чем их его соперники и это очень важно при бесконечном таком контроле он который вроде бы щадящий то есть 130 минут 2 часа 10 минут основного временного капитала с добавлением 30 секунд после каждого сделанного хода но если вы задумаетесь а соперник имеет много времени и вот не важно какой ход сейчас на доске просто вот ситуация здесь же нет промежуточного контроля на 40 ходу если у вас мало времени относительно хотя бы мало времени сложные позиции у соперника много то это неприятнейшая ситуация никогда для вас не кончится и вот ливон очень так сказать последовательно я бы сказал так целеустремленно ну попадал в этот самый вечный цейтнот а у Яна не помнющего намного больше часа оставалось и сейчас когда был сделан 30 ходов ну и в дальнейшем фактически он этот час у себя резервного времени сохраняя и так опять играет Ян непомнящий фиксирует черную пешку на поле а6 и черный играет ладья f8 пытаясь все таки как-то перестроиться перегруппироваться что-то подменять но любые размены теперь на поле е4 не очень-то выгодны для черных не очень благоприятны и белый сдваивает спали неф нагнетая давление ладья f7 ладья f3 позиции черных уже трудно просто уже объективно трудно и может быть все-таки черным стоило сыграть ладья е8 цепляясь в пешку стоящую на поле е5 там пешка на а6 конечно подвисает но тогда надо считаться взятим на е4 и ферзь бьет а6 но с другой стороны конь бьет е4 взятие на е4 конь висит слон висит ну так или иначе h5 сыграл ливон и ронян и после этого белые просто забрали пешку а6 с полным комфортом и без реальных реальной контр игры соперника без возможности ливона роняна проявить себя h4 то есть где черный делаю ставку на то чтобы начать атаку на белого короля может быть вторшись конем на g3 но пока все завязано ученых много фигур находится под ударами конь с a6 возвращается во-первых он уходит из потенциального удара черного ферзя который рентгеном через коня d6 посматривал на поле a6 на то место где находился белый конь а с другой стороны конь c5 цементирует позицию белых центре защищает коня е4 и прямой что называется не идет владяев 8 тем не менее король g1 белый уводят короля из опасной зоны и следует ферзь a6 ферзь a6 и все это делал ливон и ронян в своем цветноте у белых правда тоже проблема с усилением с реализацией своей лишней пешки а у них уже лишняя пешка связанная с тем что конь на e4 связан какие-то отскоки решительные он предпринять не может слон d5 контролирует у черных диагональ на которую могут выйти белый слон с поля b3 но ферзь c1 пока что предлагая размен ферзей поскольку ничего в чем-центре черные предпринять не могут конь e3 но такая вот интересная возможность тактической бить на e3 нельзя поскольку подвисит ладьян f1 в конце варианта ну а если взять на f7 что и было сделано то ладья бьет f7 ладья бьет f7 и взять ну вот теперь если бы хладнокровно проявил хладнокровие до конца я не помню и сделал бы слон b3 то видимо у белых была бы просто вывершенная позиция так как у них очень сильная проходная по линии а а никаких реальных матовых или близких к них угроз черные создать белому королю не могут наверное на fg5 или fg6 можно сыграть просто fd2 но fg6 вообще нельзя сыграть конь висит на e3 а fg5 нельзя сыграть потому что это поле находится под боем под ударом белого коня e4 так что угроз нет ну можно начать разменяться на d4 потом fg5 тогда просто fd2 парируя все так сказать атакующие намерения соперника ну было сыграны ферзь e1 вот такой красивенький тактический удар связанный с тем что когда черные берут на c2 а ничего лучшего разумеется у черных нет то следует шаг черному королю и конь c2 отбирается кажется что то же самое все замечательно и выигрыш элементарен то есть по-прежнему белка же огромное по сути дела решающее преимущество но подосложнило немножко себе задачу реализации все-таки ян не помнющий получился вот такой ферзь и веншпиль в нем какие-то перспективы ничейные связаны с вечным шахом есть черные были обязаны сыграть в король d7 затрудняя дело реализации преимущества яну не помнющему но последовал ферзь f4 шаг теперь ферзь f2 ферзь bt4 наверное стоило все-таки сыграть черным тогда король g1 лучший ход и белые надвигают таки свою пешку а которая гораздо опаснее гораздо существеннее гораздо важнее чем пешка е которая никуда продвинуться и создать угрозы белом не успевает просто но был сыгран сделан другой ход ферзь c1 сыграл ливон ронян у него было очень мало времени теперь может быть чуточку упорнее было ферзь a3 все равно безнадежно прямо скажем лишняя пешка плюс защищенные то есть причем не просто лишняя пешка защищенная проходная была сыгранная ферзь f4 король белых ушел из-под шахов затем ферзь f2 шах король ушел ферзь бьет c3 и а6 даже не беря пешку h4 шахом это никуда не уйдет потому что что делать ну король c8 это не панацея из-за того что белые дадут шах с поля f8 если сыграть ферзь бьет b4 то а7 ну и скажем ферзь бьет e4 или ферзь a4 разницы нет можно поставить ферзя затем дать шах и выиграть черного ферзя вот таким вот образом ну и что еще можно сделать ферзь а3 ферзь а3 тогда а7 пешка встает на защищенное поле угрожает а8 ферзь и ферзь f8 шах если сыграть например король d7 то шах что делать дальше если пойти вот сюда вперед тогда шах с e8 и затем это очень важный шах потому что важно таким образом давать шахи чтобы не позволить сопернику когда белые поставят ферзя ответить ферзь g3 шах и дать вечный шах на король b7 ферзь b8 а вот я смотрю а вот тут то как раз нет ферзь b8 конечно и белый ставит пешку на 8 шахом то есть размен ферзей им обеспечен ну например если король c8 здесь тогда все равно шах и то же самое только в простом очень таком вот раскладе и король d7 если тогда ферзь c5 король уходит ферзь c6 отступление и вот тут то вот этот ход делать не надо вот я смотрю вот так вот можно и ничью сделать после ферзи 3 шах ферзь e1 и так далее то есть надо поаккуратнее как-то сманеврировать а поаккуратнее сманеврировать это ферзь c8 вот так надо играть и на отступление любое короля поставить ферзя и тогда уже шах у черных мат у черных не получается потому что на шах белые отступают и когда черные дадут шах с любого поля с e1 тогда ферзь f1 и с e3 тогда ферзь f2 то есть от шахов белые скрываются а лишний ферзь эта штука хорошая в партии был сделан ход король e8 последовало ферзь бьет h4 разрушая вот этот вечно шаховый ничейный механизм надежд у черных практически не остается следует ферзь a3 ферзь h5 шах чуточку упорнее было король d7 тогда ферзь f7 шах например с король d6 то можно даже не ферзь g6 шах дать а нет ферзь 6 шах неплохой ход да и ферзь бьет g7 отнимая уйму пешек затем переводя ферзя на c6 теперь уже нет этого механизма вечного шаха напомню не случайно ферзь b4 a7 ну а что еще можно сделать если ферзь e3 тогда ферзь c5 шах размен ферзей а на ферзь b4 напомню это a7 вот ну было сыграно король f8 у Ливона Роняна оставались считанные секунды а у Яна не помню еще больше часа и шах шах с F3 ход который оказался последним в партии потому что нужно меняться и пешка проходит ферзи вот так вот Ян не помнющий присоединился как выяснилось группе лидеров то есть начал Ян с поражения этот турнир потом отыгрался и вот сейчас он то есть не сейчас об воскресном туре не в последнем из которые из туров которые закончились данного времени он вышел уже в плюс один и влился в большую группу лидеров но кто в ней мог мог оказаться еще давайте перейдем к к вчерашней партии еще одного российского гроссмейстера а именно сергея корякина который играл с максимом ваше лагравом что в этой партии было ну как и я не помнющий сергей корякин играл белыми фигурами он сделал ход d2 d4 последовало кони в 6 c4 g6 конь c3 и d7 d5 то есть сергей сознательно идет на вот такой вот дебют как защита грюнфельда а у максим ваш ялограва очень узкий репертуар когда он играет черный во всяком случае в ответ на закрытые начала пытается разыграть защиту грюнфельда а в случае хода е4 он играет систему найдрофа и вот здесь вот классика так сказать защита грюнфельда вот такая получается в размен на c3 слон g7 слон c4 и конь е2 но вот я неоднократно уже говорил предвосхищая так сказать расстановку белых фигур что можно сыграть слон c4 и конь е2 что этот ход был очень эта схема эта расстановка была очень популярна но вот все не применяли и не применяли ее на данном турнире никто а тут вот сергей корякин решил расставить свои фигуры так и вот очень интересно как он дальше трактовал эту позицию то есть черные сыграли b6 такой вот модный код я неоднократно вот говорил почему белые тут комментируя партии дошедшие до этой позиции рассказывая их что вот взятие на c5 ничего особого белым не дает а в данном случае сергея взял на c5 и взял то есть белый выигрывают пешку в чистую но страшно ослабляют свою структуру и вместо гордого центра у них остается что называется дрова на полях c3 a2 но пешку то они выиграли эти пешка чего-то стоит и давайте посмотрим как продолжалась дальше борьба ферзь c7 меняться ферзями черным невыгодно тогда пешка превратится вполне реальную силу здоровую лишнюю пешку а после ферза 7 митрюшпильная игра контр игра черных все фигуры у них расположены неплохо что дальше конь d4 но теперь бить на c5 нельзя по причине взятия на c6 затем слон d5 и теряется ладья на а8 это стандартный такой маневр и черные играют конь е5 конь b5 ферзь b8 и слон d5 но внешне конечно позиции белых выглядят грозно и то обстоятельство что прямо из дебют и черные на нее пошли кажется странным на самом деле это грозность позиции белых она обманчива ничего страшного черным не случилось они играют конь g4 используя такую возможность атакуют пешку стоящую на поле h2 создают матовую угрозу заставляют сыграть g2 g3 белых то есть сергея карякина и промежутки берут на e3 портя белым пешки то есть вот слон то вышел на d5 лишние пешки у белых есть а вот эти все пешки дрова и по идее конечно такой ситуации проблем быть не должно у черных по рисунку по ощущению ну по здравому смыслу скажем шахматному здесь черные конечно могли сыграть слон b7 этот ход не был сделан был сделан другой ход а7 а6 почему так не поступил максим ваш янограф потому что тогда белые бы двинули вперед свою пешку может показаться что это совсем плохо для черных на самом деле конечно есть еще о чем поговорить можно оступить ферзем на поле e8 слон a8 ну и теперь вот ферзь бьет a8 видимо лучший ход в случае хода слон b5 белые играют слон b7 с угрозой c8 ферзь и черным здесь не задобровать в случае хода ферзь бьет b5 можно сыграть ферзь d8 это не смертельно для черных но во первых защищается слон на a8 перекрывается восьмой ряд бить на d8 нельзя и постоянно начнет так сказать заявлять о себе проходная стоящая на поле c7 то есть здесь у белых все-таки лучше самый здоровый ход ферзь a8 соглашаясь играть без качества но белые играют a4 и позиции вот это самое с лишним качеством у белых светки в их пользу там ферзь d5 взятие взятие ладья c8 я пытался просто четко до конца довести партию переход d6 здесь мало убедительно за белых d5 d6 по причине еды взятие взятие позиция не такая простая потому что после коней и 8 можно забрать слона но у черного будет пешка за качество хорошие фигуры и большие шансы на ничью видимо просто ради а3 надо сыграть за белых и здесь шансы настоящие то есть перевес такой большой не решающий но реализуемая позиция реализуемые лишние качества короче сюда конечно черного тени хочется самого начала с дебюта соглашаться на трудную защиту они играют a7 a6 атакуют белого коня и конь отступает на поле d4 потому что иначе у черных очень богатая контр игра поскольку здесь ситуация несколько иная если например взять на a8 то есть фигуры черных оживают после очень решительно оживают после простого взятия на 8 но конь d4 играет сергей карякин идет вот такую позицию атакует промежутки черного ферзя тем более что на 8 все равно у черных ладья под ударом но белые не соблазняются этим этой возможностью их конь на d4 висит черные раскрутятся в случае взятия на a8 а вот после хода конь c6 у белых инициатива конь бьет е7 и теперь уже слон бьет a8 в идеальной для белых редакций прихватив по дороге еще пешку ну и вроде бы говорить не о чем но слон h3 и оказывается качество отыгрывается черными потому что ладья атакована и слон на a8 ладья слоном а слон ладью черных первые ставят слона на d5 и оказывается что эта позиция которая внешне разноцветные слоны какая-то дохлая пешка по линии е но качество слонов разноцветных принципиально различны в этом положении и кроме того то есть при разноцветных слонах мощь атаки если ее удается развить гораздо выше оказывается она повышается потому что противостоять белого на в данном случае слону атакующим нд5 черным нечем слона у них нет того же цвета а только цвет слон другого цвета который не очень-то помогает и вот ферзь бьет a6 забирая пешку даже не ладья b7 выиграть сразу ничего не удалось бы а не хочется отвлекаться на мелочи хочется ну как на мелочи там ферзь f6 в случае хода ладья b7 давайте я его сделаю доске черные могли бы сыграть ферзь f6 они ничего не теряют предлагают размен ферзей защищает пешку a6 и при после размены или в случае размены ферзей позиция близка к ничьей а вот после хода ферзь бьет a6 ничего такого не происходит забирается пешка черные контратакуют пешку e3 белые возвращаются назад черные отводят короля чтобы освободиться из подсвязки король g2 f7 f5 ферзь d3 слон e5 лишняя пешка у белых такая не очень вроде бы убедительная но все таки по-прежнему слон стоящий на d5 гораздо сильнее чем слон черных на e5 и главным фактором уже становится в позиции не возможность атаки на черного короля а возможность на движение проходной по линии а с которой черным трудно бороться тем более что они пока что имеют пешку на c5 который в целом ряде вариантов перекрывает важнейшую диагональ e3 a7 если белая пешка дойдет достаточно далеко а черные не смогут с d4 например своим слоном контролировать поле a7 то это может сказаться что мы вскоре увидим ладья f1 то есть отводит пока что на королевский фланг своей силы сергей и берет на f5 а затем меняет ну такой вот редакции а4 играет ладья и кажется что вот здесь ну у черных неплохие шансы на спасение тем более что они находят очень элегантный удар слон d4 используя счету обстоятельства что если забрать этого слона то последует ферзь бьет d5 и ферзь веншпильт скорее ничейный чем какой-то там еще у черных появляется своя проходная но с у нас а4 очень сильный ход делает сергей корякин оставляет пешку e3 без защиты брать ее ферзем нельзя слон берет ее почему нельзя брать ферзем потому что белая пешка после размены ферзей вот давайте я сделаю этот ход просто проскакивает ферзи слон на c4 блокирует перекрывает диагональ блокирует пешка c5 перекрывает диагональ а белый играют a6 a5 потом a6 потом a7 и вы видите что никак черному королю слону не удается ее остановить поэтому слон бьет е3 играет максим ваш ялограф ферзь d7 король a6 и ферзь h3 то есть два шаха сделано теперь ферзь e6 белый активизируется и как ни странно несмотря на то что внешне позиция при ферзях без ладей при равном материале и разноцвете должна быть ничейная она по сути дела проигрышная для черного почти безнадежная например нельзя меняться на f6 ферзями или f5 потому что белая пешка как и в том варианте который мы рассмотрели после ферзь b3 проскакивает ферзи поэтому слон d4 слон чуточку улучшает свою позицию теперь ферзь f6 угроза потому что при размене слон возьмет на f6 затем слон d8 и слон b6 если белые не надвинут свою пешку но белые не торопятся и начали не торопятся а потом двигают пешку и снова ферзь f6 не проходит если здесь ферзь c1 то белые уйдут от шахов переведут своего короля на поле h3 а при взятии пешки вроде бы вот как хорошо два шаха забрали пешку ничья даже у черных лишняя пешка а как бы не так ферзь f8 и все если пойти вперед но если король h5 если король g5 то ферзь f4 если король h5 то слон e2 и ферзь f4 мат если сыграть слон g7 то следует ферзь f4 шах если король идет вперед то слон e2 мат или g4 мат если сыграть g5 тогда шах король должен пойти вперед теперь или g4 мат или слон f7 мат ну дело вкуса то есть вы видите что пешка a7 a5 неуязвима и охотятся за ней черные не могут поэтому они играют слон f6 перекрывают важнейшую диагональ для шахов белым ферзем белый отпудит короля чтобы ну все-таки неприятные какие-то шахи могут быть ферзь d2 король уходит пешка теперь неуязвима потому что слон у черных подвисает ферзь g5 возвращаясь назад и белый играет ферзь f8 очень чистая такая вот реализация ну важно отметить что что черные создали угрозу ферзь f5 шах теперь линия перекрыта слоном f6 и ферзь f5 шах это реальная угроза сделать ничью вечным шахом поэтому a6 не годится но после ферзь f8 шах слон g7 разблокируется диагональ идти вперед черные не могли за слон е2 шах когда король h5 выигрывает сразу слон е2 шах поэтому слон g7 ферзь возвращается на f3 теперь он ото всех шахов со стороны черного ферзя своего короля прикрыл пешка a угрожает двинуться вперед слон d4 a6 ферзь e7 и ферзь a8 так играть можно реальной контратаки нет у черных например ферзь d7 тогда король g2 шахи кончились сыграть ферзь e7 пытаясь а куда некуда вторгаться некуда вторгаться тогда a7 слон е5 то есть попытка чего-то такое сделать слон е4 но как минимум черные теряют слона е5 за пешку a7 ну и как максимум тоже проигрывает партию слона f6 сыграл максим ваш янограф теперь a7 ферзь d7 шах g4 ферзь e7 создавая угрозу шаха с е3 но белые отводят своего ферзя и атакуют черного слона на f6 понятно что следующий ход белых будет a8 ферзь то можно сдаться поэтому нужно забрать и это ловушка это ловушка со стороны максим ваш янографа потому что брать слона белые обязаны следует шах если вы белые в любое поле отступили своим королем например на h4 можно g2 разницы нет то появился бы бешеный ферзь например ферзь h3 или g3 разницы нет нужно ферзя взять и это пад обратите внимание это пад то есть королю черных некуда пойти пешка g связана пешка h7 заблокирована и пешка c5 также заблокирована короче говоря вот так вот можно не выиграть было выигранную партию но сергей корякин конечно это видел все предвосхитил он мог сыграть и слон b3 и слон d3 оба хода выигрывали одинаково но он сыграл слон d3 взятие и король h4 у белых не хватает пешки ферзь в окончании но позиции черных безнадежно потому что угрожает сразу два мата g5 мат и ферзь f8 мат это всех матов не защитишься ну попробовал сделать это максим ваш янограф он сыграл ферзь d4 пешка теперь связана g5 не годится по правилам а после ферзь f8 и ферзь g7 вроде бы закрылись черные но g5 это мат черного короля и так закончилась эта партия ну стоит отметить что после вот этой победы и можно сказать после этих побед и ян непомнящий и сергей корякин догнали группу лидеров которые заканчивали свои партии в ничью ну а тройка лидеров трое шахматистов которые лидировали до начала восьмого тура на турнире это были вишианант дин лижень и фабиана круана и в общем-то не удивительно что в очередном девятом туре наибольшее внимание привлек именно поединок давайте сейчас сменю титр чтобы все-таки поединок дина лиженя и фабиана круана вот я не знаю с каким настроением выходил на эту партию фабиана круана все-таки он играл черными фигурами конечно ему хотелось сыграть как можно лучше шахматист он очень сильный и вот отмечу еще одно обстоятельство все-таки по классическому рейтингу вслед за магнусом карсен который играет очень невыразительно так не ярко вот следующее второе место занимает фабиана круана и 3 один лижень то есть это был поединок никого-нибудь а второго и третьего рейтингов обладателей 2 и 3 позиции в текущем мировом рейтинге но и только в текущем поскольку давно уже они так располагаются в этом самом списке сильнейших что предложил дин лижень имевший белые фигуры своему грозному соперник он предложил помериться силами в том варианте который верой и правдой служил фабиана круане матче против магнуса карсена но когда был сделан код салона в 4 черный рокировали и белый сыграли е3 не стал играть c5 здесь фабиана круана не стал связываться не стал пускаться во все тяжкие а вместо этого сделал входящий в моду ход b7 b6 и судя по всему у него здесь также имелись неплохие наработки слон d3 теперь размен размен и слон a6 то есть черные готовы на не самым удачным для себя поле a6 разменять слонов но таким образом решить проблему развития своего ферзевого фланга и когда вот этот размен происходит белый играет ферзь е2 черный защищает своего коня ферзем и что важно в чем и достоинство во многих вариантах ферзьева гамбита поражение коня на a6 что отсюда он контролирует поле c5 и поддерживает продвижение c7 c5 своей пешки которые в общем-то это продвижение эта пешка помогают черным решить все дебютные проблемы ну и казалось что после a3 c5 партия может быстро закончится в ничью во всяком случае ничего драматического интересного в этом поединке не произойдет конь b5 играет один лежать довольно логично он подчеркивает все-таки наличие уязвимой уязвимости определенной на a6 то есть конь вышел на a6 поддержал продвижение b5 но на b4 прыгнуть он не может белые сыграли a3 на c7 вернуться тоже не может это поле контролируется и слоном белых с g3 и конем стоящим на поле a6 на b5 извиняюсь на b8 идти не хочется да и поле d6 подослаблено в лагере черных ну вот ладья c8 если хотите играть конь d6 пожалуйста мы разменяемся сыграем ладья d8 мобилизуемся поставим все фигуры по центру и хуже черные стоять не будут b4 такой вот решительный смелый ход делает дин лежать ход идейный и вот я не знаю опять же наши электронные друзья говорят что позиции черных скорее чуточку лучше чем чуточку хуже то есть проблем уравнения нет и возможно фабиана каруана конечно лейл какие-то мечты не только нейтрализовать давление соперника некоторые давления после b4 есть но и перехватить инициативу здесь компьютер советует сыграть просто ладья d8 не брать дурного в голову взять поконтроль поле d6 заканчивать развитие но и проблем нет наверное так и стоило фабиана каруане сыграть можно кстати было взять на b4 внешне этот ход выглядит опасным нужно например конь бьет b4 100 ладья бьет a7 и кажется что надо сдаваться я хотел так сказать оформить выигрывающие варианты и когда начал внимательно анализировать понял что сделать очень трудно после ферзь d5 ладья бьет е7 черные играют ладья c2 сгоняют ферзя и отбирают коня на b5 если ферзь е1 тогда просто ферзь бьет b5 здесь вопросов нет а если например конь d2 тогда конь е4 здесь начинается уйма вопросов и уйма красивых вариантов некоторые из них я все-таки решусь показать предложить вашему вниманию ферзь е4 можно сыграть надо играть конь бьет d2 тогда слон е5 создавая угрозу мата двинуть пешку f на f6 нельзя потому что тогда откроется 7 ряд и при помощи ладьи с е7 белый ферзь равно даст мат на поле g7 а после g6 вроде бы очень здорово сыграть ферзь f4 с неотвратимым переводом через f6 или h6 на g7 пешка f двинуться не может потому что и ферзь h6 там будет и ладья g7 и так далее но оказывается черные могут взять на b5 создавая угрозу мата на поле f1 времени уберут на мат на то чтобы дать мат нет а в следующий ход ладья 1 черный отвечает ферзь е2 и переходит в решающую контратаку потому что ферзя взять нельзя из-за мата на поле c1 ну еще не мат но в следующем ходу будет дан мат короче белым там надо играть аккуратно ну и после конь бьет b4 и после слон бьет 4 ситуация не такая простая например слон d6 в ладья d8 можно сыграть здесь но если взять на b4 затем взять на а7 позиция не такая простая потому что ферзь d5 и материальное равенство наверно у черных плохо совсем быть не должно уж это точно можно взять на а6 и выиграть материал но черные не берут на d6 а берут на а6 может быть я не знаю и здесь у белых две фигуры за ладью и пешку но конь связан переходить в окончании им не хочется и гарантировать шести белых так уж здорово я не могу как прочим у костякова слон d6 в ладья а7 и ферзь d5 здесь тоже но не обязаны скажем черные проигрывать хотя после коней 5 у белых инициатив но опять же это уж очень такие рисковые идеи черные в этой примерно равные позиции я не могу сыграть ладья d8 подставляются позволяют сопернику проводить какие-то тактические операции иногда выигрывать форсированно иногда натыкаться на упорнейшую изобретательную защиту то есть идти сюда точно уж человеку не хочется но видимо вот я подозреваю что все-таки хотел фабиана каруана сыграть на перехват он сделал ход конь d5 атакуя белого слона конь идет в центр улучшает свою позицию все вроде бы естественно тогда взять nc5 и ладья b1 создавая какое-то напряжение по линии b ход ферзь a8 приводил видимо к примерному равенству ничего мало-мальски значимого здесь нет и быть не может хотя есть всякие идеи связанные например ходом вторжением d6 то есть что могло бы смутить хотя смущать особо сильно не должно это вторжение потому что там есть ход конь c3 после размены или без него со стороны черных на конь d6 вообще конь бед f4 сразу парирует всякие делает безопасной позицию здесь вообще-то говоря можно конечно было сразу взять на f4 но тогда у черных некоторые проблемы возникали связанные с тем что белые могут например в 4 и в 5 вроде вариантов сделать ход или пешка a7 висит короче говоря сыграл как-то по максимуму и неудачно фабиана каруана ладья c6 то есть такой искусственный все-таки план он сохраняет максимум напряжения в позиции ладья c6 защищает коня a6 на случай каких-то отскоков теперь уже можно не опасаться уходить ферзем куда угодно конь на 6 защищен ладьей но белый играет просто слон e5 уводя слона с этого битого поля на f4 слон остался жив и позиции белых поактивнее ладья b6 вот чем идея фабиана каруана перевод такой но теперь a4 конь защищен судя по всему черные должны были сыграть f6 и не опасаться варианта начинающийся ходом a5 ладья c6 там е4 какие-то интересные вроде бы атаки и контратаки происходят если фе тогда взятие на d5 взятие взятие конь e5 ладья f6 конь c3 атакован черный ферзь ну например конь b4 тогда конь d3 вообще вот здесь полного счастья гарантированного черных нет вот в этом конкретном варианте потому что атакованный пешка c5 пешка d5 ослаблена если взять на d4 тогда последует конь a2 будет связан конь b4 и черные потеряют фигуру то есть ход фе здесь не очень то вот когда белые сыграли е4 но можно сыграть конь b4 сразу и наступление слона продолжить борьбу в сложной позиции вот однозначно сказать что это такое трудно по внешнему виду по рисунку кажется что белых должно быть лучше они все-таки стоят активнее кони черные где-то сбоку пешка на e6 потенциальная слабость ну короче говоря f7 f6 ход который рекомендуют компьютера не хотелось по вполне понятным причинам делать фабиана каруане все-таки там опасненько выглядят позиции а вот после конь c7 который который он сделал вроде бы никакой опасности нет взятия на c5 слон бьет c5 ладья c1 белые перегруппироваются ставит ладью вот сюда вот черные берут на v5 белые избирают слона полуфорсированный вариант конь d6 и a5 кажется что снова почти с позиции почти полностью уравнялась структуры симметричные пешечные но оказывается после слон бьет d6 взятия взятия белые захватили линию c поле v5 v6 контролируется пешкой короче у черных сохраняются определенные как минимум психологические трудности а на самом деле и реальные трудности в деле уравнения шансов конь d5 должен контролировать поле c7 иначе до вторницы ладья поле d2 контролируется белым конем с f3 на тот случай если черный сдвоится по линии d и попытается вторгнуться то есть вот совокупность этих мелких факторов все-таки дает белым лучшие шансы и но еще черным нужно что называется поработать для достижения ничьи h6 форточка логично h3 симметричный форточка тоже логично и теперь вот наши электроны друзья советуют сыграть ладья d7 прикрыться от возможного вторжения на c7 допустить коня на e5 затем сыграть ладья c7 и приступить к разменным операциям потому что конь c6 в этой редакции видимо ничего особенно не судит из-за ответа ладья c8 шах с e7 пока не подготовлен если же пытаться надавить на черных с помощью хода ферзь c4 теперь уже конь e7 это угроза то король f8 и конь e7 это не шах и даже белые здесь могут столкнуться с трудностями потому что они слишком много поставили на противостояние по линии c и сами увязли ну например на e4 сыграет конь e7 конь связан и белые несут видимо материальные потери короче говоря ход ладья d7 кладнокровный видимо давал черную возможность причалить в мирной гавани но в пианокровный играет активно ладья d8 почему бы не поставить ладью на открытую линию теперь конь e5 конь d7 контролируется конь f6 линия d в руках у черных ладья d5 реальная идея полу угроза угроза разгрузки на d2 еще черные могут прыгнуть ладьей когда белый конь ушел на e5 но конь идет на c6 ладья восьмая d7 a6 ферзь отступает и конь e5 возвращаясь назад и атакуя ладью ладья d8 ладья c8 ну опять же видимо дин лежень разыгрывая таким образом эту позицию исходило с того что претендовать на выигрыш вот так вот четко ясно однозначно все-таки ему трудно но создать проблемы поставить проблемы и поймать где-то соперника на ошибке он может времени у дина леженья было побольше хотя сказать что фабиана кроан находился в остром сеть ноте нельзя в отличие от соперников я на непомнящего ферзь a5 ну и теперь белые вроде бы добивались определенных выгод с помощью хода ладья c5 но опять же понять дин леженье можно почему он не сделал этот довольно заманчивый внешний ход атакующий черного ферзя и защищающий коня e5 по пятому ряду тогда ферзь a1 отступление конь e4 черные тоже заявляют о своей активности атакует ладью стоящую на поле c5 белые могут сыграть ферзь h5 и на конь c5 взять на f7 но оказывается что эта позиция хотя с инициативой у белых и без риска для них проиграть но например ладья бьет d5 переход ладья бьет d5 тоже не совсем понятен так четкого выигрыша нет хотя можно попытаться создать проблемы вот таком вот варианте с двумя пешками потому что ферзь f6 например здесь не годится с двумя пешками за качество ферзь f6 не годится потому что следует ферзь d8 ферзь e8 затем шах и затем шах с поля d7 шах ферзь ем а теряется черный ферзь на поле f6 то есть проблема есть и две пешки за качество обеспечивают белом безопасность а черные должны играть очень аккуратно чтобы что-нибудь не зимнуть не проиграть но можно взять здесь пешкой и вот здесь вроде бы после конца 6 ладья c8 и ферзь b7 белые конечно могут взять на а7 но как-то нет уверенности конечно у них лучше у белых они сильнейшая сторона но нет уверенности что это уж такая такие большие такие реальные шансы на победу как вечный шаг можно все-таки пропустить но тем не менее ход ладья c5 заслужил внимание дин лижень пошел другим путем он сделал ставку на долгосрочные выгоды своей позиции он сыграл f4 и вот здесь вот черные видимо должны были сыграть конь d7 сделать очень странный ход перекрывающий взаимодействие ладей но изгоняющий белого коня с поля е5 потому что взятие на d8 это не не бог весь что черный сыграет ферзь бьет d8 но был сделан ход ферзь d2 тоже такой внешний элегантный ход ладью защищает ферзь с а5 и ладью на d8 также защищает ферзь с а5 он обеспечивает взаимодействие но после хода ладья d2 и ферзь f3 оказывается что инициатива потенциальной белого гораздо опаснее чем инициатива черных ладья c7 король h7 король h2 ладья бьет c8 ладья бьет c8 ферзь бьет c6 черные выиграли пешку теперь наверное белым стоило сыграть ладья f8 составе большие проблемы так как на ход ладья a8 такой вот полу ловушечный сделан единым движением не обязан был фабиан аккуратно играть ферзь b7 а ферзь b7 все-таки приводит к тому что ладья f8 проходит с большим эффектом чем в том варианте который мы только что наметили обозначили так как на f7 ладья угрожает взять пешку с темпом атакуя черного ферзя но тем не менее черных было спасение они могли сыграть ферзь b4 взятие на b7 и ферзь b1 заманив вот таким вот образом ладью на поле f7 и лишив белых возможности атаковать по восьмому ряду то есть случае если бы на f7 попал белый конь появилась бы идея ладья h8 шах и конь е5 возвратное движение а теперь не хватает времени у белых для реализации подобных замыслов а черные резко активизировались например ладья bf6 ну почему ладья bf6 потому что скажем в случае хода ладья b7 черные играют ладья d1 создают угрозу шаха или там мата с h1 например там идти куда-то вперед пойти так опромет чего-то получится вот такой вот мат форсированный это просто к слову ну ладья bf6 гарантирует белым ничью вечным шахом вот такой вот больше нет но ничья есть может быть так и закончилась бы партия если бы черные сыграли ферзь b4 может быть у белых что-то нашлось бы или там как-то исхитрились соперники вдохнуть позицию вдохнуть жизнь в эту позицию но была сыграна ладья b5 это ход неудачный и после ферзь f1 такого интересного перевода белые нагнетают давление они берут под контроль черную ладью это во-первых а во-вторых создают совершенно конкретную угрозу ферзь d3 шах и если это угрозу реализовать если ее получится реализовать дать шах черному королю то на поле f7 разражается какая-то катастрофа но и черные гибнут гибнут почти форсировано короче говоря ферзь d5 сыграл здесь фабиано каруана взял под контроль поле d3 парировал угрозу шаха но теперь конь бьет f7 что важно с угрозой шаха ладью sh8 и возвратное движение коня на e5 конь d7 прикрывая поле e5 и не давая возможности белым реализовать этот замысел шах ладью sh8 и конь e5 ладья d8 теперь конь связан ладья b8 ладья бьет 8 конь бьет b8 и очень сильный ход ферзь b1 шах который издалека можно было подземнуть или как минимум недооценить что делать черным если они отступят на g8 то последует конь бьет h6 шах затем ферзь бьет b8 шах и затем ферзь бьет а7 шах у белых две лишние пешки в ферзевом окончании и это легкий выигрыш технический поэтому фабиано каруана сыграл ферзь f5 с тем чтобы на взятие на поле b8 забрать коня стоящего на поле f7 и ферзь веншпиль при равном материале ничья но ферзь b7 конь защищен а конь стоящий на поле b8 превращается в объект атаки тем более что у белых появляются возможности атаковать черного короля как после коней e5 так и после коней d6 что очень важно например коня 6 это лучший ход был лучший ресурс позиции тогда конь d6 теперь если ферзь a5 неосмотрительно то конь e8 и защититься удовлетворительно очень трудно хотя вот сейчас смотрю ферзь a1 есть ход ну спасает ли он на ферзь a1 можно сыграть вот так вот интересно е4 а потом е5 но в черных нет знаете лучше по-другому поступить лучше забрать вот эту пешку на a7 связать черные фигуры и перегрузка явные конечно так как минимум белые могут забрать конем на g7 забрать на a6 выигрышным пешечным не пешечным а ферзь а конь на a6 связан то есть от многочисленных угроз белых защиты у черных удовлетворительной нет ферзь d3 вроде бы посильней кажется тогда конь e8 атакованный пешка на g7 и на ферзь g6 атакуя белого коня белым пришлось бы перейти вот такой вот ферзь с лишней пешкой с одной то есть пешка у черных жива но все равно у белых большие шансы на победу за счет очень сильной позиции фигур сюда черные были обязаны пойти здесь практические шансы спасения у них конечно сохранялись был сыгран такой c6 не знаю может зевок стороны фабиана каруана времени было уже мало к этому времени может быть что-то еще но следует конь d6 атакован черный ферзь если ферзь d5 теперь то конь e8 и защиты нет невозможно защитить пешку g7 с матовыми угрозами с матовой атакой если конь e7 то у ферзь бит e7 а у ферзя нет полей чтобы защитить эту пешку поэтому ферзь c5 конь e4 ну что важно отмечать если сыграть здесь конь e8 то у черных появляется ход конь e7 сюда белые конечно идти не должны а конь e4 это ход с темпом атакован черный ферзь ферзь e3 лучше было сыграть но эта позиция конечно проигрышная у черных хотя сопротивляться здесь можно было бы черного с двумя пешками за коня ферзь c2 сыграл фабиана крана получил конь f6 шах и сильнее всего нам говорят компьютера было сыграть конь h5 хотя понимаете в чем дело но не надо так играть людям и совершенно не обязательно так играть людям но просто показываю ради красоты на взятие взять угрожает ферзь g4 мат если ферзь g6 тогда g4 теряется ферзь если сыграть ферзь e2 тогда белый играет ферзь f7 король h4 другого поля нет и ферзь g6 вот этот маневр конечно обнаружить издалека очень трудно и вообще обратить на его внимание потому что ну что угрожает угрожает ферзь бьет h6 шах и g3 мат и никакая сила не спасает черных от этой угрозы взять и на h6 ферзь h5 и g3 мат потому что сыграть ферзь h5 то ферзь g3 мат или g3 мат как угодно короче говоря конь h5 вроде выигрывала быстрее чище но было сыграно конь e8 с атакой пешки g7 ферзь c3 e4 белые не торопятся они имеют право это делать контратаки против пешки f4 нет угрожает e4 e5 и до пешки g7 белые доберутся a5 теперь ферзь d7 вот чтобы черный король никуда не убежал и на a4 следует ферзь бьет e6 король отступает и сильнее было ферзь f7 в таком порядке все делать как сильнее с точки зрения компьютеров быстрее выигрывал ход e5 был сделан естественнейший единым движением то есть отрезаются черные фигуры от своего короля создается матовая угроза страшная угроза ферзь f7 потом если надо конь f6 шах и мат то есть и пешку g7 и от угрозы конь f6 защититься черные не могут например если конь e5 тогда ну конь e5 был лучшим как бы за методом защиты но это безнадежный за фе а после конь d4 последовало ферзь d7 король g6 ферзь бьет g7 у черных какие-то вроде бы еще надежды сохраняются на то чтобы бежать королем но оказывается что у белых своя проходная которая более опасна чем проходная черных нельзя даже сыграть конь бьет e6 из-за того что потеряется ферзь а до коня в 3 шаг ферзь бьет в 3 не пешки разумеется чтобы потерять ферзя и здесь после хода e7 фабиана круана признал себя побежденным потому что белая пешка прошла ферзи а никакой контратаки развить черные не в состоянии ну вот в этом последнем из сыгранных на данный момент туров в девятом туре одержал победу и ян непомнящий очень долго он боролся с в этой партии ничего очень интересного не происходило я даже не буду говорить вам сколько там ходов там за сто существенно ходов эта партия очень глубокой московской ночи уже завершилась показал себя великолепным техником безусловно ян непомнящий и в результате после вот этой победы он вышел на дележ первое и второе место вместе с дином лежением дин лежение напомню победил фабиана круана а ян непомнящего также как у дин лежения стало плюс два по пять с половиной у них очков из девяти возможно до конца турнира осталось два тура кстати третье и четвертое место делят вишианант и сергей карякин на дележ пятого шестого седьмого восьмого и так далее место то есть там большой дележ но не очень большой мест большой дележ то есть там места с пятого по седьмое делят карсен мамидьяров и круана может стоит пару слов сказать еще о магнусе карсене у него действительно не идет игра то есть вроде бы игра это игра но играет как все защищается когда чуточку хуже получает когда играет черными выходит из дебюта белым пытается ставить какие-то проблемы но вот сегодня но ничего интересного как и вчера по большому счету в его партии не происходило и поединок с кем же он играл то он играл черными с ливоном ироняном то есть ливон иронян поначалу поставил даже некоторые проблемы перед магнусом карсеном потом что-то заигрался доигрался до чуточку худшей символической позиции но все это закончилось буря стаканя воды и была зафиксирована ничья ну и также кроме этих двух партий о которых я говорил результативных а именно победа Дина и Женя над Фабиано Каруаной и победа Яна не помню чем над Бесли Су ничего интересного не произошло любопытно что выиграв сегодня у Фабиано Каруаной Дина и Женя почти догнал его по текущему рейтингу сейчас разрыв между ними всего лишь один пункт на первом месте как вы знаете продолжает уверенно идти магнус карсен ну а на четвертое очень такое крепкое хорошее вышел закрепился на четвертом месте Ян непомнящий который на стартовав поражение затем смог выиграть три партии вышел в плюс два ну естественно отразилось на его рейтинге он сейчас четвертый шахматист планеты чем мы его поздравляем на этом промежуточном рубеже на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается я по традиции призываю ставить вас лайки подписываться на наш канал тех кто не сделал этого ранее но и обыгрывать своих соперников когда вы играете с ними в шахмат а пока до свидания